На очереди видео вопрос от Кайгородской молодежи. Давайте посмотрим. Роман Вениаминович, добрый вечер. Меня зовут Богдана и у меня такой вопрос. Какие интересные мероприятия в рамках Года молодежи пройдут в нашей республике в этом году при поддержке Министерства национальной политики? Спасибо. Я напомню нашим зрителям, что главой республики наш год 2023 объявлен Годом молодежи. Вот, Роман Вениаминович, прошу вас. Спасибо, Богдана, за вопрос. Вопрос действительно интересный и животрепещущий, я бы сказал. Года молодежи, 2023 год, который Владимиром Викторовичем объявлен на республике, он наложил определенный отпечаток на подготовку и проведение всех проектов, которые реализуются в том числе с поддержкой Министерства национальной политики. Но, учитывая, что на улице у нас уже практически середина апреля, первый квартал этого года прошел, то прошло и много интересных событий сегодня, в том числе посвященных Году молодежи и участниками проектов, которых является молодежь, аудитория, которых является молодежь. Очень интересный. Прошел, например, в Исколомском районе праздник молодого коми-охотника Туга. Я считаю, что вообще уникальный это у них и интересный проект. Прошел муниципальный КВН для молодежных команд в городе Печора. Это тоже проект своеобразный, вызывающий всегда очень большой интерес. Прошли соревнования по гонке на охотничьих лыжах в четырех муниципалитетах, которые завершились Олимпиадой в ВИБИ. И тоже одной из целей этих мероприятий является как раз привлечение и приобщение сегодня молодежи и детей к нашим национальным традициям. Что впереди? Впереди ждут не менее интересные сегодня проекты. Это, во-первых, фестивали молодежные. Молодежный этнофестиваль межрегиональный в Визинге Коидыс в третьей будет проходить в этом году. Фестиваль молодежной коми-песни Койташ, тоже интересный очень и всегда вызывающий большое количество зрителей. Проекты, которые направлены чисто на год молодежи, сегодня задействуют и наши общественные организации. Так, Национальная культурная автономия немцев планирует создать творческую лабораторию, в которой будут обучать молодых людей танцам, песням. Белорусская автономия планирует открыть для молодежи воскресную этношколу, где будут рассказывать о традициях белорусского народа и культуре белорусского народа. В целом, я считаю, что сегодня невозможно выделить как-то проекты, в которых бы не была задействована молодежь или аудитория, которая не являлась бы молодежью. Поэтому, наверное, все проекты в той или иной мере молодежи у нас касаются. Музыка Музыка